добралась я такие до помидорной печной теплицы у нас жара стоит 34 градуса и конечно растением очень тяжело потому что кто не знает кто-то знает не надо говорить об этом а кто-то не имеет никакого отношения к саду к городу говорю о том что когда в теплице больше 30 градусов пыльца становится стерильные и соответственно не завязываются плоды и у меня эта история вот пожалуйста сплошь и рядом ну конечно и эта причина и другие причины тоже на это есть завязываем из плодов не очень хорошие приходится вот так вот подходить и стряхивать каждую веточку где цветочки чтобы хоть как-то произошло опыление вот ну и естественно кроме этого тоже всякой ерунды хватает и болезни и вершинная гниль и всех разно короче и вот пожалуйста застыли и все что им чего им я конечно пытаюсь как-то помочь но не злоупотребляю потому что пытаюсь до последнего и всякий химический средств обходиться вот поэтому особо похвалиться мне нечем ну просто уж покажу то что есть еще мне здесь растет фасолька что-то даже пытается расти пьется сюда я ее отправила наверх 1 горошина там торчит это это бабочка прилетает понятно у короче там где-то внутри просто воткнула и воткнула сюда посадила тоже извиняюсь то поклонила фасоль но видно есть тоже жарковато она же на листьях посмотрим что будет и будет не будет включение среди меня перц как я уже говорила в мешках у меня горькие перцы все никак руки не дойдут здесь с этой стороны замульчировать уже и трава то высохла вся ну перцы короче надо поливать женешку позухлили ну вот это горькие перцы посмотрите какая урожайность маленький кустик а перцы хохохо в том году не сажал потому что мне хватило выше крыши споза то споза того года и даже еще осталось это хотелось мне посадить как всегда у меня там картошка кто со мной с прошлого года помнит посмотрим что в этом году будет помидоры помидоры вот кстати вершинная гниль любят вот такие поражать помидоры длинные формы и большеплодные принципе грех жаловаться помидоры какие то есть может быть конечно не такой бешеный урожай но в принципе и хватит того что вырастет есть вот даже и вполне себе там глубине приличные экземпляры дело в том что я говорю я немножечко тут и времени мне не было и я их не формировала так как правильно формировать наверное надо было запустила это всю историю ну ничего ничего конечно вот одной помидоре не на ветке ерунда но вырастет все будет наша как я говорю не на продажу ведь для нас человек это вырастет уж прям совсем то без помидор не останемся вот и здесь у меня несколько сортов потом тоже расскажу какие сорта метод сидят даже видно сразу что как они отличаются и по внешнему виду и по завязываемости и по высоте пожалуйста разные есть помидоры вот вершины вот эти болели у меня длинненькие но я их люблю это челнок называется софт ну и вот в принципе так можно сказать что скромно есть и вот пожалуйста тоже какое безобразие ладно не буду короче грузить вас этим в общем отчиталась отчиталась что что то есть что то растет и вот у меня второй мешок и 2 ой горький перец таки прям экземпляры очень даже есть вполне себе не может держаться ел на палку сейчас покажу вот смотрите какой принятий и вот такой вот длинные вот растет ну а теперь но если за помидоры так можно сказать что скромненько за перцы я могу вам отчитаться что в принципе неплохо так себе растут опять-таки кто у меня с прошлого года я рассказывала что семена перцев я не покупаю это кстати красный болгарский перец ну какой-то странный немножко ну и ладно опять таки нам чуть не хватает я покупаю перцы супермаркете беру оттуда семена и сажаю все ребята кто в это не верят пожалуйста показываю посмотрите сейчас я вам размер с рукой покажу вот так вот это сразу 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 ничего тогда экземпляр получается раз два три четыре пять шесть семь семь перцев на 1 на 1 кустике перевернусь и здесь пожалуйста есть другое вот но если там был болгарский то здесь удлиненный перец и но тоже в гипермаркете как несет рассказал это сорт романа ну-ка сосчитаем для интереса два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать четырнадцать маленьких я не считала not посчиталось те которые прям совсем крупные ну и вот вот такую эту же посчитала вставляете на одном кустике так дальше идем тоже посмотрим вот достойно считаем здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь ну и маленькие еще есть которые зарождаются вот там тоже можете посмотреть какой размер а ну вот моя рука даже трудно мне как говорится вам показать срывать его не будет потому что они должны цвет поменять созреть должны вот еще это я покупала тоже красные в этом году я желтая решила не сажать у меня чисто красные но разной формы есть болгарские такие толстостенные а есть тоже красные такую длинную форму ладно не буду вас мучить подсчетами ну короче вы уже увидели да вот этот у меня вообще был такой дохляк вот этот куст и не знаю почему короче каким-то он был дохлячком но все выправился тоже парень пожалуйста растет завязывает цветочки еще хотела показать вот эти два маленьких кустика кустики вот эти вот я не знаю название у меня не проходит под кличкой от зины потому что сестра мне давала рассаду вот написала перец зина зина это ее соседка по даче и она ей дала рассаду или семечки не помню семечки скорее всего да ну и сеточка со мной тоже поделилась вот можно даже посмотреть какие они маленькие в сравнении с моими ведь стима и вон там дальше идут по высоте и эти во первых они ранее так смотрите они уже у меня все вот этот кстати я должна была раньше снять я затянулась со съемкой видео поэтому я его оставила думаю чтобы показать красоту и посмотрите смотрите что там творится что творится с этими перцами вот вот что за сорт честно говоря не знаю сказать но пожалуйста перца надо кстати даже помочь то они там все облепились бедненькие нечестненькие цветут еще он продолжает свисте конечно отваливаются вот отваливается ну никуда не деться это принципе возможно и естественный процесс потому что тоже они же должны понимать сколько им надо усилить и возможно тоже чего-то не хватает всякому бывает ну короче я читала с перед вами по поводу своей теплицы помидорно-перечный да в общем короче погода на сюрпризы предоставляет разные номер то что какие они себе неплохие экземпляр очки ну вот я говорю вот этот никуда не денешься эта история она есть вот чубы то будет